Я вообще-то встаю. Я случайно. Нормально, случайно. Ну да. Я честно. Бэнк Тол Маак. Толя, ой. Я буду с Толю к Мауку. Всё, Толя, ты можешь садиться. Садиться от кресла ближе к Димак, вы одетой можете быть. Сейчас, это, грусть у меня пока что. Отверсти, вы сели. А он уже сел, можно начать. Хорошо, Антон. Все пары понятны? Да, и мы начинаем игру. Флант 103, он миллионер. Я флант 3, миллионер. Первый вопрос? Первый вопрос на 500 рублей. Обменяем, что у нас 1 миллион туалитов в Гамбре, с 1 миллион оденковских денег. И первый вопрос. Что идет в первом примере типа? 5 плюс 4 умножаем на 3. Деление, умножение, сложение, вычитание. Умножение первое, где-то 14 умножить на 3. Верно. Второй вопрос. 29 минус 9. Будет 20. 11, 20, 17, 25. 29 минус 9. Будет 20. 20 минус 9. 20 минус 9. 200 ваши. Третий вопрос. Первый вопрос. Первый вопрос семейная характерная сеть. Ничернет. Табует. Напилет. Коротополет. Толя, ты видишь вопросы? Да, я вижу. Да, я вижу. Четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Не, ну давай чуть-чуть мне, я тебя послушаю. Вопрос. Что ты купил его название? Понимаешь использование джойстика? Успех. Деньги. Волнение. Радость. Дуджой. Если использовать не джойстика. Ну а дуджой это радость по-английски. Ну если играть типа в джойстиках, то типа они у тебя там успехи приносят в джойстиках наверное. Ну ладно, дуджой там рискало. Какая радость? 500. Ну радость, это правильный ответ. И вопрос на пьюни с галку. Толя, ты видишь? Да, да, да. Ну ты жалобок волк, ловишь и яйца в советской коллекционной пью, ну погоди. Корзинку. Корзинку. Катонку, маленькую собачонку. Ну это... Ну это конечно, ёгкий вопрос. Я уже все знают, даже дети. Это корзина. А ты спинят. Погоди, дай мне сейчас поймать. По поводу корзинки. Когда там волк пытается поймать и яйца там. Это напоминаешь о советской... Советской... Игре. Да, по поводу приходилось. Не забывал это. Не будем к сотнему вопросу. Это средний. Хотел средний. От себя добавим. Помнишь, как Николубович и... И... Сейчас... Дебров, поменяясь местами. Да, я помню, помню. Да, я помню, помню. Да, шестой вопрос на две третки. Толя и Мак. Городом, может быть, что Андрея будет. Это кто такой? Солета Республики Кори. Из части России. Москва. Махачкала. Сыкт... 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 Ну конечно возраст. И давайте... Сыкт... Пятый... Спрашенный. Ну я тоже китайская. Я сейчас... Эй, чей, Мак. Вопрос на две минуты сейчас. Ты че? Сыкт... 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 А то ли подкинется на последний вопрос со всеми подсказки кем-нибудь на долезть на 15 вопрос. Не, ну при ком будет этого? Как называется музыкальное сопровождение, которое накладывал на текстовый копий? Бит, байт, болт, багет Блин, чё, он на чём-то... Накладывать текст Бит, бит, потому что они бит Издалки у Хуана Ланса Окей Хуана Ланса Хуана Ланса Чё, блядь, у нас же Болт на квадру Блин 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 Толя, ты всё равно видишь вопросы? Ты слышишь нас? Да-да-да Хорошо Девятый вопрос Переходим к новому вопросу Да-я-я-я А мне хоть кто-нибудь там можно слышать-то? Я слышу тебя, Толя Вопрос 20 тысяч А мы тебя слышим А, хорошо Можешь приходиться по меопатски по Славии Мат, апель, июнь, июль Ну я помню, что 23-й, кажется, был в апреле Да, что это апрель Ты прикинь, Андрей Ты об этом делал 9 вопросов и ты должен до 10-го? Мне одну паскаску не тратил Девятый вопрос Девятый вопрос Девятый вопрос Подсказки мне не засходовали Ну, Дэн, 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 Дэн Маска? Вариант Я могу сказать ответ на этот вопрос Да тебе точно Ты сложишь Да подожди ты, я без подсказок обаду Ez Ммм Подсказать. Наверное, либо 9, либо 12. Либо 7, либо 12. Ну, я не знаю, какие будут выбывать. Может, будет выбывать 12 и 5, по-моему. 12 и 5 точно выбывают. 7 или 9, значит. Хм. 7, наверное. 7, понимать? С датой упала, Лансов. Ты принимай, Артём. Если я ошибусь, то всё это капец. Ну, посмотри. Это всё целью нет. Ну, идтичий скажет. Это идтичий скажет. Павильный ответ. И родиться, Антон. Они сговорились, у меня даже подсказки есть у Андрея. Андрюха, ну ты молодец. Ты даже продал 10 вопросов без подсказок. Осталось только 5. Адрю? Да. 5 вопросов осталось. Слушай, подсказки ты не сговорились. Потому что у меня ещё ёгкий вопрос, Пан, ну погоди, Пан, попался. Алисты вопросов 7, 7 тысяч. Да я даже из Гавра смотрел. А погодите, Софистка, у Снобова. Слушай, не буду. Уже сложности пошли точно. В Великому Новгороде, в Володске, в Володске, в Могилёве. Так, подсказки вы можете ей говорить. Это я сейчас сам наугад скажу. Окей. Давай. Давай. А. Андрей, думаешь, сколько надо? Наверное, в отсказки все есть. Только тебе. Не торопись. Да. Думай, сколько хочешь. Кстати, я помню, в Швеции была участница, которая на своей работе все подсказки взяла и победила. Может, Андрей, как не и как она станет, как она со всеми подсказками до последнего вопроса дойдёт. Я думаю, что убираются в Володске и в Могилёве они убираются. А где Могилёв? Правильный ответ. А, правильный ответ, наверное, будет Великий Новгород. Наверное. Подсказки есть. Там 50-му году бы мы ждали. Могилёв, может быть, возьмёл? Ай, Могилёв, Фареанца. Буду начинается полная интрига. Я тебе скажу. Вы сказали. Вы сейчас скажете. Ты вообще не брал подсказки. Молодец. Я тебе не брал подсказки, молодец. Андрей, Слова, что ты хочешь? Слова, что ты не подсказки? 12-го, блядь, все подсказки у тебя есть. А можно наблюдить точно. Какой вопрос? 13-й. Сто слои от полосы, пацаны, сети уже к Мужкина. Сиди, боись уступки. Подсказки, Андрей, не переживай. Среди скатомные часы. Глубоководный аппарат. Довитый синхрон Пушкина. Первую советскую группу. Кто создал прав... 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 Ну, не знаю, что убрать. Вот, у меня, либо два варианта. Ибо убирается в ВД, ибо АСВ. АСВ. Среди скатомные часы или пусководный аппарат. Хм... Ну, что именно убирается? То, что от них убирается в нем? Подсказки, Андрей, не знаю, что тебя все равно к другому ждало. Ну, я... Хм... Ну, вот про Александра Пушкина и Бориса Юрьевича, я вообще не знаю. У меня, либо два варианта. Либо часы, либо что? У меня, либо два варианта есть. Какие? Какие есть отмены, Андрей? Либо это атомные часы, либо... Рок-группа. Ну, что ж, кто в этой двери? Это часы, что ли? Может, атомные. А, да, принес. Я сейчас скажу. Андрей, ты молодец. Вообще, ты в подсказки не брал, ты выбрал. А, да! И суть первого вопроса, Андрей, и... Без подсказки идешь. Ну, это... Такого у нас в секрет... В нашей китре такого еще не было. Вот если скажу, что... Аким участвовал в... В мионере, он проиграл на первом вопросе. Я могу даже сказать, как он. И как, такой же Евгений был. Семенович на участок, который зашел... Ну, ты бы смотришь, ладно? Попомните, это миллионы. Я думал, что подсказки уже надо плачь. Ага. Это самое сложное. Может, подсказки возьмем, Андрей? Может, подсказки возьмем, если не знаешь ничего? Хм... А давайте мне немного подумать. Я пока что... Без подсказок. Это с подсказками отстаньте. Ой, да ладно. Ну, блин, на... Лёг бы ответить, ё-моё. Ой, бросьте! Вы меня смущаете! Нормально, блядь. А ты подсказок найдёшь, нам поддаёшь. Правда, подсказки есть. И нам подсказки помоешь в зале. Я вам отвечаю, я отвечу. Так, ты что, ведь поглядывайте, когда вы можете идти, да? Дайте мне минуту на разрешение, прошу вас. Ну, если я ещё пишу подсказок, я не знаю, что тут делаю. Помню только, выйдем тебе 50 тысяч. Да что, ё-моё, успокойтесь сегодня. Да, посвейтесь, посвейтесь. Ну, давайте, я ответ или подсказка, я уже сам ничего не знаю. Давайте я сначала подумаю, какой мне брать ответ, а потом я вам отвечу. Поняли? Понятно. Давай. А то вы сейчас тут посмеётесь. Не, ну вот это так. Да. Что-то миллионные, это уже кубные деньги по Артёмовскому системе денег. Ну, есть теперь два варианта, какие надо убрать неправильные ответы. Какие? Это ебатробо... Ну, типа рейсо троян и штурмовая винтовка. Одно из двух, значит, у тебя осталось. Винтовочка, думаешь? Ну, ты на двух, что ли? Может, да! И ваш ответ? Ваш файнер ансер? Ю файнер ансер? Какой? Файнер ансер! Винтовка! Андрей! А вы что скажите? Молодец, ты не был паскалский, давайте я попрыгаю! Да кто ж такой же... Наход, да что? А где? Миллиона! Я не могу поверить, что ты творишь на глазах, Андрея. Ну тебе везет, подсказки все имеешь, и ты нас с Рапозов победил. Кого ждем к 14-му? Блин, последний был. А, да все, садись. На полмиллиона. Андрей, такой плевый ворот тебя не ожидал. Ну попробуй, хоть ответ неправильно. Давайте включим с Китаем. Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Лаос. Стопа, стопа, стопа. Я знаю, что он скажет, видите, подсказки, но я откажусь. А ты на последний вопрос не хватнешь? Может, я пока что подумаю. А пока что дождитесь абонента. Ребензай, но у нас будет такой крутой момент, что если один момент будет, сразу я на свой канал. Да, 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 я подожду, пока ты будешь выкладывать, это тоже будет. Шокирующие новости. Андрей, стал первым участником однём в хамелеонере, чтобы дойти до чем-то вопросов и подсказки в этом году. Да, ну, я бы не подсказки отвечу на твои вопросы там. Да. А давайте подумаем, что этого... Вот, у меня есть три варианта. Это, наверное, уберётся Вьетнам, Ниньяна и Лаос. Значит, Таиланд. Ну, а это... Может, Бэй Таиланд, что ли? Это ответ хоть Таиланд. Таиланд. А это принес. Значит, принимай. Молодец, смотри, ты выиграл, молодец. Ты приходишь к вопросу к 11-ому вопросу. Ура! Ура-ура-ура-ура-ура. У меня был в хамелеонер пачка. Я... Без подсказок. Такого даже... Такого в нашем... Такого в нашем мире решения никогда не было. Андрей, Натара Куримиль, Яна, первый участник. С вот один до пятнадцатого вопроса. Без подсказок. Да я могу легко ответить на вопрос без подсказки тоже. А это посмотрим, когда ты следующим игроком будешь. Посмотрим. Повторим, идем. Слушайте так. Это у тебя просто включен на фото. И еще. На ближайшие победы в 1973 году. Акио Эндо. Реона Исаки. Стоп, стоп, стоп. Мне надо это сейчас подумать. Тасуку. Хонзё. Может, возьмем подсказки. Звону другу, помочь зала. Что выбиваешь? Нет, я ничего не хочу брать. Ну, и ты поиграешь? Да, надо брать. Бери их все на вопросе. А дайте я сначала скажу, я же на Мионере, верно, ведь, ведущий? Да, но подсказки хочешь взять? Они все едят, пожалуйста. Дайте мне минуту на разрушение. Если хочешь, можно начать помощь зала. Нет, стоп. А 50 на 50? Мак, ты видишь вопрос? Что на 50? Да, бери, ну, туда писал мне образование. Я тоже это увидел. Да. Это тоже, сейчас, да. Ну, давай. Ну что ж, Андрей, подсказку убьем. 50 на 50? Сейчас. Ну что ж, Андрей, говори, подсказку надо. У тебя голова, я думаю, уже ломается. Да, да, что ж, Андрей, говори ему. Ай, ё-моё. 50 на 50? 50. И ты раскоешься. Ладно, давайте на первую возьмем помощь зала. Итак, аудитория, это исторический момент. И вы, Андрей, если помощь зала была взяла на 15-м вопросе. Я напомню вам вопрос. Кто из репутских ученых получил обезкупение победыки в 1973 году? А. Акира Эндо. Б. Района Исаки. Ц. Кинити Фукуи. Т. Тасу Кукензе. Гасруйте сейчас. Я проголдовал. Да. Я бы тебя там разговаривала. Это очень подозрительно. Оооо. За ответ В, 60%. Района Исаки. Каню. Ну я че-то затрудняюсь. Пусть вас в 50-50. Компьютер, убери просто два не менее варианта. Района Исаки или Кенни Типу Куй. А может пусть Толя попробует подсказать правильный ответ? Толя, тебе Андрей звонит. А, я знаю. Хорошо, Той. Хочешь ты сразу тамерс? Так. Ага. Вопросы я сам понял, но... Смотри, Андрей, что я думаю. Кенцю Кукни, возможно, вряд ли заработал в 1973 году. Поэтому я думаю, что это Рауна Этсанки. Рауна Исаки. Смотря на то, что я не родился. Я тебе говорю, что я не в 1973 году не родился. Но я знал, что... Той, я понял, 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 что ты сказала. Можешь не задавать больше. Значит, Рауна Исаки остается все единственным ответом для Андрея. Я вот даже пока не скажу про единственного ответа. Подскажу, что остальное я смогу найти это все. Ладно. И, кстати, ваш ответ? Ответ? Э-С-А-КИ! Рауна Исаки. Не-не-не. А он принес. Кинь-да. Я никогда не видел такого в Миллионере, где участвует, когда на пятнадцатого возраста использовал все свои подсказки. Но в Швеции это было точно. Готовно. В Швеции это было точно. Только участвует, когда он это сделал. На пятнадцатом скончалось, когда в Египте отдыхало. Да-да-да. Ну, такого в нашем парке обычно не было, друзья. Если это Кенни-тифукует, тогда ты бы сияжишься в пятнадцатый тысяч. Но мы еще ничего не знаем. Ладно, хватит прыгать, ё-моё. Да. Я не успокоюсь, пока не скажут правильного ответа. Я могу тебе сказать, как он его скажет. Ладно, ответ вы узнаете. Да ладно, это правильный ответ. Рауна! Я никогда не видел такого в Миллионере. Андрюх, ну ты молодец. Я-то подсказки не брал. До целого пятнадцатого вопроса. Как это одна шведская... Позвольте, ну как то, я следующим игроком буду. Я не могу своим глазами поверить. Ха-ха-ха, я не могу поверить своим глазам. Ну ты знаешь, Андрей. Посмотрю, как Толя выиграет. Это в следующем выпуске мы узнаем, как Толя будет играть. А вот, Андрей, ты стал недавним победителем в истории отемовского миллионера. Даже ни одну подсказку не брал. Спасибо тебе за игру. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Во миллион. Да, молодец, спасибо тебе. И... Завершение. Хоть бы Сирена сыграла. Хоть слава богу. Классная игра была. Да, хоть бы Сирена, слава богу. А если бы Сирена позвучит. Решил не уйти, а сразу же решил попрощаться с зрителем. Существует Сирена. Потому что у нас закончился... У нас закончился выпуск. Но это неизвестно, когда выпуск появится в следующем. Поскольку, видите, ты из следующего чекника принял факт, и вы за это уже и завтра. А пока, всего доброго. Да. Ура. Ура. Ну так, Сирена. Очень. Короче.